В информационном ракурсе долголетия журналисты Северо-Запада презентовали свои проекты, рассказывающие о людях высокого возраста. Мероприятие прошло в рамках официального открытия форума СМИ, который собрал представителей из 11 субъектов федерального округа. Участие в нем приняли и журналисты Ненецкого округа. 16-й форум СМИ Северо-Западного федерального округа собрал журналистов во дворце Великого князя Владимира Александровича или Доме ученых. Место выбрано не случайно, ведь когда-то здесь проходили симпозиумы, ассамблеи и другие мероприятия. Сейчас в Белом зале дворца торжественное открытие форума СМИ. В этот раз площадкой форума стал Дом ученых. Если задуматься, при всей своей разнице на ученых и журналистов во многом схожая миссия – это развивать общество и позволять развиваться каждому конкретному человеку. Конечно, журналистика сегодня – это один из ключевых институтов гражданского общества. Но если это так, то, наверное, главным критерием, а может быть, правильнее сказать, стимулом журналистской работы является, конечно, доверие гражданам. Одним из ключевых мероприятий форума стала медиавыставка в информационном ракурсе долголетия. Журналисты средств массовой информации презентовали проекты и программы, которые реализуются в регионах для людей старшего возраста. А мы ведь у нас слышали такое мероприятие, что больно солидно здесь происходит. Да решили приехать и посмотреть, как мужики-то в ко всему подходят, дело внушно, а нам не призывают. Да, мы решили приехать и потряси немножко. Вологодская область – одна из 11 регионов Северо-Западного федерального округа, где тема активного долголетия широко освещается в средствах массовой информации. Например, вот уже 20 лет в главной областной газете «Красный Север» выходит рубрика «Голос ветерана». А газета «Голос Череповца» в рамках проекта «Шагай в ногу со временем» дарила своим преданным читателям палки для скандинавской ходьбы. Два интересных проекта реализуются в Новгородской области. Один из них – социальный туризм. Когда пожилые люди собираются группами и посещают объекты в области, культурные объекты, исторические объекты, и пытаются восстановить их историю, и вплоть до того, что даже восстановить их самих эти объекты. В Карелии пожилые люди занимаются танцами, в частности фламенко, а Светлана Шлыкова на пенсии занялась рукоделием и недавно запатентовала карельский шарф. О своих проектов на выставке рассказали журналисты Ненецкого округа. «Смело можно сказать, что активное долголетие – это проненецкий автономный округ. Арктика и вечная мерзлота позволяют оставаться бодрыми и свежими на долгие-долгие годы. Редакционеры, или как в нашем регионе их называют, люди высокого возраста, зачастую становятся звездами экрана и попадают на первые полосы местных газет. А все почему? Потому что они ведут активное образ жизни, занимаются творчеством, рукоделием, спортом». Подтверждением сказанного стало выступление Ксении Евтыса. Экскурсовод Центра арктического туризма поделилась секретами активного долголетия. «То, как я вам выгляжу, частенько слышу, можно сказать, комплименты. Действительно, климат у нас суровый, холодный. Говорят, что находят земли, как на этих мармонтах, что-то, они сохранившиеся. Могу рассказать, что действительно, этот климат наш, погода, хорошо действует на нас, на долгожителей. Ну, я не долгожитель еще, но первое обязательство». По-другому женщине в тундре нельзя. На ее плечах лежит установка чума, уход за домочадцами и много других обязанностей. Познакомиться с бытом ненцев Ксения Филипповна пригласила всех желающих. А заместителю полпредопрезидента в Северо-Западном федеральном округе Любови Савершаевой к следующему визиту в ненецкий округ поручила выучить ненецкий язык. «Приедите еще раз в Нарьенман, в ту центр, мы с вами поговорим по-ненецки». «Я обязуюсь выучить, ну, хотя бы слова приветствия». «Да, да, да. Спасибо большое». После осмотра медиавыставки заместитель полпреда провела встречу с представителями СМИ регионов Северо-Запада. В ходе общения Любовь Савершаева сказала о важности создания брендов регионов и предложила журналистам содействовать их продвижению для повышения туристической привлекательности субъектов федерального округа.